День рождения супруги Александра Марины Майский выходной располагал к отдыху. Пришли самые близкие – с семьями, с детьми. Взрослые организовали стол в саду, а детям для отдыха собрали батут. На соседнем поле паслись козы. Стадо козы с 30 голов. Собака, естественно, у неё инстинкт, она начала лаять. Ничего она козам не сделала. Собаку загнали обратно во двор. Все продолжали отдыхать во дворе. Калитка была закрыта. После этого, может быть, полчаса спустя, к нам пришла наша соседка, хозяйка коз, и начала кричать на нас. Вы что, на моих коз собаку натравливаете? Да что вы думаете, у меня заступников нет? Все мои козы, каждая стоит 25 тысяч рублей. Да я сейчас сыну позвоню, и всё. Вот в этом роде она просто кричала. В пылу гнева хозяйка коз высказалась соседям. И у меня защита найдётся. Позвоню сыну, он разберётся. Ближе к 9 вечера, когда часть гостей уже разошлась, к дому Забинкова подъехала машина. Из неё вышли несколько мужчин. Четверо мужчин, незнакомых нам, все с бородами согрометными. И просто у каждого из них была палка в руке, и они бегут. Они меня прямо в калитку отшвырнули, я ударилась рукой на железный забор. И всё, они тут же начали наносить удары. У моего мужа был ребёнок на руках, наша дочь. Они, несмотря на это, продолжали колотить его. Он спрятался, такая у нас железная конструкция для выбивания ковров. И он за эту штуку спрятался. Они махали так, что у него даже кепка слетела, как он успевал только отворачиваться. Они били его, несмотря на то, что у него был ребёнок. Дочери Александра и Марины три годика. На месте трагедии была ещё одна маленькая девочка. Пятилетняя дочь друга Забинкова – Михаила. Сразу заходили с намерением бить. Спросил, где Васильев, ты Васильев? Хотя он меня знает с детства. И всё, начали бить. Ворвавшиеся к семье Забинкова люди били остервенело. Марина утверждает, только для этого и приехали. Намерения спокойно поговорить и выяснить сложившуюся ситуацию у незваных гостей явно не было. Они бежали с палками. Зачем они с палками хотели поговорить? Я вот этого не пойму. Всё происходило стремительно. Увидев, что окровавленный Михаил лежит на земле и не подаёт признаков жизни, Александр машинально схватился за нож. Нужно было срочно защищать жену и ребёнка. Он нанёс удары в тот момент, когда лежал Миша, истекал кровью. И он думал, что Миша мёртв. Я стою с ребёнком над Мишей, пытаюсь загородить его от ударов. Кричу, остановитесь, у меня ребёнок на руках. И они продолжают его колотить. И вот в этот момент, вот в этой темноте, которая была, уже было, ну, смеркалось, темно было. И он вот всё по кругу, вот как они вокруг Миши все стояли, он по кругу всех порезал. И потом они все побежали. Двое село в машину, один упал у калитки. Они ещё сколько-то метров проехали от забора, и уже машине остановились. Александр сам позвонил в полицию. Сказал, убил троих человек. Как позже мы выяснили от следствия, один из убитых – сын хозяйки Кос. Двое других – его друзья, уроженец Дагестана и гражданин Украины. По нашим данным, Василий Петров, Мирослав Ордынский и Гаджи Турач-Магомедов были тем вечером пьяны. В Михайловское приехали на машине из Подмосковья. За рулём находилась беременная подруга Петрова. Вскоре дома жителей села Михайловское осветили фары полицейских машин. За Бенкова задержали. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 30-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Началось следствие. 30-летний житель посёлка Михайловского района органами следствия обвиняется в совершении убийства двух и более лиц. А именно в том, что 2 мая 2020 года из личных неприятных отношений, в результате ссоры и причине интересных повреждений его близким и родственникам возник умысел на убийство трёх гостей, зашедших в самовольный его участок. И поочерёдно он им причинил множественные ножевые ранения, повлевших смерть на месте происшествия. Обвинение за Бенкова в умышленном убийстве шокировало его родных и друзей. Как может человек, у которого всё в жизни в порядке, у которого семья растёт, маленькая дочь, родители, ну, им всем нужна помощь, нужна поддержка, и всё у человека, в принципе, хорошо в жизни. И тут он умышленно взял по их словам и всё это целенаправленно сделал. Но это уже ни в какие рамки не лезет и наши законодатели. Вы видели когда-нибудь, чтобы он как-то распускал руки, был неиздержан? Нет. Человек собранный всегда отвечает своей поступке. Мы надеемся только на то, что во всём разберутся. И, конечно же, ну, хотя бы, чтобы поменяли нам статью на превышение самообороны. Наша позиция единая. И до конца мы говорим о том, что он осуществлял защиту себя, своей жены, детей, своих гостей, которые были на дне рождения у его жены. И не имел ни умысла причинять кому-либо смерть, ни мотива на причинение смерти. У него не было конфликта ни с кем, ни с приехавшими, ни с потерпевшей Федяевой. Потерпевшая Светлана Федяева на этот раз общаться с нами не захотела. Я не хочу ничего сказать. Адвокат Федяевой Элина Воросткевич сказала, с квалификацией дела предварительным следствием её подзащитные согласны. Ваша позиция здесь? Мы полагаем, что органами предварительного следствия была вменена и правильная квалификация определена. Соответственно, сказать что-то более подробно относительно своей позиции по защите и по представлению доказательств, к сожалению, наверное, пока не сможем, потому что судебное следствие только начинается. И предрешать его судьбу и раскрывать свои доказательства по делу, которые мы будем представлять, наверное, будет не совсем верным и правильным в настоящее время. Он заступался, защищал. Он просто видел, что я, может быть, без сознания, или меня уже, грубо говоря, убили. И он, дети, женщины, сотрудник полиции был. Она кричала даже, что, ну, как бы, зачем, ну, я сотрудник полиции, им без разницы было. Им было без разницы. Они пришли незваными и пришли с явной агрессией. Как по-мужски должен был отреагировать на эту угрозу глава семьи? Защищать. Прежде всего, своих близких, жену и дочку. На раздумья не было времени. Случилось так, как случилось. Мы сочувствуем Светлане Федяевой, потерявшей своего сына. Мы сопереживаем другим потерпевшим в этой кровавой драме. Убиты молодые мужчины. Но ведь их в этот дом никто не звал. Они хотели все вопросы решить силой и получили зеркальный ответ. Да, это самооборона. Я тоже так считаю. Мне родственники говорят, что очень многим людям это не безразличная ситуация. Хотел бы сказать всем, кто оказывает поддержку, и семье привет передать. Скажите, почему вы отказались от суда присяжных? Ну, я считаю, это чисто юридический спор. Это либо самооборона, либо умышленное убийство. Не вижу смысла, судя присяжных. Тех, кто убит, не вернешь. А вот судьба Забинкова под большим вопросом, вменяемая ему статья Уголовного кодекса, предусматривает максимальное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Всю жизнь этот молодой человек может провести в неволе. Вот как круто изменилась его жизнь 2 мая прошлого года. Версия стороны защиты о превышении предела необходимой самообороны подтверждений в суде не нашла. Мы следим за ходом событий.